Приветствую вас! И если говорить о том, что у вас произошло, то, к сожалению, то, что вы описываете, является, ну, скажем так, естественным развитием обстоятельств, естественным развитием событий, в связи с тем, что у вас отношения уже полгода назад были на паузу. Первый вопрос, который возникает у меня, когда я, например, читаю ваше сообщение, это вопрос, связанный с тем, а почему же, собственно говоря, ваши отношения были поставлены на паузу? Что заставило вас поставить их на паузу? Какие такие проблемы? Судя по всему, что эти проблемы за время этой паузы не были решены. И они остались. Они остались как постоянный, можно сказать, фоновый фактор раздражения, фактор блока по сближению спами для девушки. И этот фактор остался. Несмотря на то, что вы поставили отношения на паузу, с вашей стороны были ласки, тепло, забота, ухаживание и так далее. Тут тоже нужно сделать оговорку и спросить, а кто был инициатором подобного поведения? Вот вы, например, сказали, что ваши отношения были на паузе. Хорошо. Но если они были на паузе, а вы продолжали о ней заботиться, то вы делали это почему? Потому что вы того хотели или потому что девушка того хотела? Вы, наверное, считаете, что если девушка принимала от вас в момент паузы ухаживания, принимала от вас в момент паузы любовь, ласку, тепло и заботу, то уж нечто у вас все было хорошо. К сожалению, это не так. К сожалению, проблемы оставались. К сожалению, те факторы, которые привели к тому, что ваши отношения поставились на паузу, они оставились. И девушка явно, не имея видимых путей для разрешения этих проблем, не получала удовлетворения от отношений с вами. Она не получала полную реализацию самой себя. В следствии этого, понимая и видя, что вы хотите дарить ей тепло, ласку и уют, она принимала от вас это, потому что вы того хотели. Вы хотели проявлять ей это, вы хотели дарить ей это, и вы ей дарите, а она принимала. Но при этом, из-за того, что отношения были поставлены на паузу, она считала, что имеет полное право, ну, скажем так, вступить в интимную связь с другим мужчиной. Она не считает себя виноватой. Она не извиняется, не раскаивается, не просит вас ее простить. Она даже не льет слезы. Это означает, что она уверена в том, что действовала в своих интересах. Это означает, что это означает то, что для нее подобное поведение является совершенно нормальным. И это означает то, что девушка не заботится особо о ваших отношениях, считая, что вы делаете определенные вещи, потому что вы того хотите, и полностью перекладывая на вас ответственность за это поведение. Исходя из этого, можно говорить о том, что у девушки нет к вам чего-то писать. Исходя из этого, можно говорить о том, что девушка вас использует. Исходя из этого, можно говорить о том, что вы с ней, потому что вы сами того хотели. И, конечно же, вы можете простить ее. Вы действительно можете ее простить. Вы действительно можете принять ее вновь. Но это не уберет, не исключит возможного фактора ее измены вам в будущем. Почему? Потому что не было и нет никакого внутреннего барьера, который не позволял бы девушке вам изменять. Она, напротив, считает, что имеет полное право это делать. Она, напротив, считает, что не сделала ничего нормального. Наверное, она думает, что вы могли бы поступать точно так же. Наверное, она считает, что вы находились абсолютно в полной свободе. То есть вы смогли, так же, как и она, общаться с другими женщинами, проводить с ними время совершенно спокойно. И при этом она бы, наверное, вам ничего бы за это не сказала. То есть то, что вы продолжали за нее уходить, это целиком и полностью ваша инициатива. Говоря о том, что вам делать, нужно в первую очередь сказать «да». Если есть проблемы, из-за которых у вас отношения поставили на паузу, то речать нужно в первую очередь их, понимая, что именно эти проблемы, и проблемы явно не последней несерьезности по силу того, что они заставили поставить ваши отношения на паузу, являются причиной того, что совершило девушек. Если отношения на паузу, она не чувствует с вами близости, она не чувствует с вами спокойствия, и не чувствует с вами полного удовлетворения и гармонии, а это провоцирует ее на измену. Значит, вам можно попробовать решить эти проблемы, которые изначально были, и если девочка вам не нравится, если она хочет быть с вами, она согласится эти проблемы решать, с учетом того, что решение этих проблем, ну, исключит в дальнейшем ее измену. Если же вы не видите у девушки желание решать эти проблемы, если вы не видите у девушки желание улучшать ваше отношение, это означает, что чувства к вам у нее угасли, это означает, что вам она уже больше не дорожит, это означает, что вы, к сожалению, жили в определенной иллюзии, вы, к сожалению, принимали желаемое за действительное, а именно, внешне все оставалось так, как было раньше, и вы, вот это внешнее, вы принимали за реальность, считая, что если все внешне хорошо, то и внутренне тоже хорошо. И это значит, что вы жили в иллюзии, и это значит, что эти иллюзии вам нужно разрушать, принять факт наличия интересов своих собственных у девушки, принять факт наличия ее заинтересованных в том, чтобы свои желания удовлетворять, попытаться понять, что, какие желания девочка удовлетворяла с этим мужчиной, почему она не могла этого делать с вами, и, если есть возможность, дать девушке это, предварительно решив проблемы, чтобы психологически позволить вам быть духовно близкими, духовно сблизиться, потому что у девушки, у девушек вообще секс во многом находится в голове, в психике, и если там ее что-то напрягает по отношению к мужчине, то, как бы, сексуально и правильно себя мужчина не вел, девочка не возбудится и не получит удовольствие от секса с ним. Это нужно понимать. И, соответственно, постараться дать ей это, а если вы увидите, что проблема не решается, если вы увидите, что вы не можете девушке дать то, что вы хотели бы тут выхладить, тогда нужно спросить себя, что заставляло вас принимать иллюзию, что заставляло вас принимать желаемое за действительное, какой цели вы хотели этим добиться, каково было ваше желание. Дело в том, что в этом случае, в случае, если вы целенаправленно видели иллюзию и принимали ее за реальность, то вы, наверное, оставили себе какую-то цель. И поскольку вы не особо, по важному письму судя, пытались решить проблему, пытались разрешить те проблемы, которые поставили на паузу ваше отношение, то вы отдавали приоритет, еще раз повторю, так вытекает из того, что вы написали в подописьме. Могу ошибаться. Так вот, судя по тому, что вы не решали проблемы, для вас большим приоритетом были именно ваши желания. То есть, ваше предпочтение в том, что вы считали и считаете стабильностью, определенностью и так далее. И вы хотели поддерживать вот эту стабильность любимыми способами. И весь вопрос заключается в том, ради чего? Почему вы припочли свой интерес интересам девушки? Почему вы припочли сделать вид, что все хорошо, вместо того, чтобы постараться решить проблему? Может быть, расстаться раньше с девушкой по этой причине, может быть, раньше расставиться точкой над и, но, по крайней мере, это не привело бы к такому разочарованию. Так вот, важно понять, что удерживало вас от решения проблем по существу, какие ваши желания. И вот это желание не было связано с девушкой напрямую. Это ваше личное желание, которое обусловлено вашими собственными стремлениями, собственными мотивами. И до тех пор, пока вы будете стараться это собственное желание удовлетворить через девушку, эту или какую-либо другую, неважно, ваши отношения будут под угрозой. Потому что вы направлены не на то, чтобы девушке было хорошо, а на то, чтобы вы достигали своей цели. И почему я об этом говорю? Почему я это говорю? Потому что, когда вы пишете, что вы ухаживали за девушкой, гладили ее и так далее, не очень понятно, почему вы это делали, если, по сути дела, ваши отношения были уже на балл и так далее. Ну и было ли вам это нужно в первую очередь? А если было нужно все-таки вам, то иногда для чего? Для чего вам это было нужно? Если у вас есть свои представления о стабильности, о том, как должны выглядеть отношения, как они должны развиваться, строиться и практикать, это хорошо. Но эти представления в обязательном порядке нужно корректировать в соответствии с интересами другого человека, с интересами вашего партнера в личных отношениях. В данном случае нужно это корректировать с интересами девушки. А вы, наверное, делали это недостаточно хорошо. Если же с вашей стороны все было идеально, если же вы с вашей стороны старались удовлетворить все желания девушки и таким образом пытались решить проблемы, то получается, что вы своим таким покорным поведением, своим таким подстраивающимся поведением обесценили себя в глазах девушки, позволили ей считать вас чем-то постоянным, чем-то безусловным, чем-то всегда в ее распоряжении находящимся, и это позволило ей вам изменить. В данном случае вам нужно проявить любовь к себе, достоинство и сказать, что вы такого поведения не приемлете, что вы не потерпите оскорбление себя, что вы не будете, раз она изменила вам, значит, она вам не мразит, не любит, и больше в отношениях с ней вы находиться не будете. Полное растворение в интересах другого человека, как другая крайность в отношениях с девушками, также является негативной позицией для выстраивания отношений в полноценности. Только в том, чтобы с одной стороны свои собственные интересы и приоритеты корректировать в соответствии с интересами партнера и с другой стороны, чтобы всегда иметь личные границы и собственные достоинства и не предавать свои интересы, не позволять человекам пользоваться собой, своим временем, своей лаской и теплом. И если вы видите, что, например, девушка, несмотря на то, что вы для нее делаете все, все равно ведет себя как-то отчужденно, как-то отстраненно и не отдается вам полностью, а вы не могли этого, не чувствовали, то вам нужно как минимум для того, чтобы избежать возможного разочарования вести себя так же. Ну, хочет человек защитить свои личные границы, хорошо, хочет человек какое-то время побыть в отдалении от вас, хорошо, это его выбор, вам нужно сделать то, что так же. Но не закрываться, нет, просто как реакция на поведение девушки. И все. При этом общаться с ней, при этом помогать быть настроенным доброжелательно и так далее. По крайней мере, в этом случае вы не будете чувствовать себя так, как будто вы вложили в девушку очень много, а она вам изменив. то есть она не оправдала ваших ожиданий. И здесь мы подходим к еще одному важному моменту. Если вы считали, что все ваши ласки, все ваше поведение девушку почему-то обязывают, обязывают ее к ответственности, обязывают ее к соответствующей реакции и так далее, то, к сожалению, можно и нужно сказать, что это неправильная позиция. Человек, любой человек, это не объект инвестиций и если вы что-то в человека вкладываете, то вы делаете это для того, чтобы просто сделать человека счастливым. То есть все, что вы для девушки делали, это вы делали просто безусловно, просто потому, что она есть. и когда она вам изменила, то есть получается неоправдала надежд, вы спросите себя, вы ее любите? Если любите, то все, что вы делаете для нее, вы делаете безусловно, просто для того, чтобы сделать ее счастливой. Да, теперь вы поняли, что с вами она не так счастлива, и как любящий человек, вы ее отпустите, и все, и будете жить дальше, радуясь, что она тоже счастлива, ну или по крайней мере более счастлива, чем была с вами, раз изменила. Если вы чувствуете обиду, и чувствуете себя преданным, отторбленным униженным, значит вы имеете, значит имеет место завышенные ожидания, завышенные ожидания происходят из того, что вы вкладываясь в девушку рассчитывали что-то получить для себя, то, что вы рассчитывали получить для себя следует отделить отношения с девушкой и добиться самостоятельности, чтобы дальше, в дальнейшем отношениям вступать, будучи независимым, будучи полностью удовлетворенным и обеспеченным, чтобы отношения велись исключительно на добровольных, свободных волеизъявлениях. тогда у вас не будет никаких необратных ожиданий, тогда у вас не будет разочарований, и вы будете понимать, что вы делаете что-то для человека просто так, просто потому, что он есть, просто потому, что он вам нравится, и просто потому, что вы хотите делать его счастливым. А как он этим распорядиться вам особо не имеет значения. надеюсь, хоть моих мыслей вам понятен, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи.